Ребята, всем привет! Сегодня я расскажу вам про экскурсию за 15 долларов и эта экскурсия будет про дайвинг, про именно скуба дайвинг, то есть погружение с аквалангом. Естественно за 15 баксов вы вряд ли что-то такого серьезного можете ожидать и я лично не ожидаю, по одной простой причине, то что, ну смотрите, я уже ходил на предыдущую экскурсию, где мы просто плавали и ходили на Orange Bay на лодке и это было клево конечно, но там нет никаких таких прямо потрясающих рифов, ну и вообще в Кургаде их не очень много, но так как я ни разу не погружался с аквалангом, то я решил на это подписаться, потому что мне хочется как минимум попробовать что это такое и я не хочу отдавать сразу большие деньги за какой-нибудь крутой дайвинг, потому что ну блин, а вдруг мне не понравится. В общем вот, сегодня у нас дайвинг опять от Хасана, опять ссылка будет внизу, если мне понравится. Я думаю мне понравится, потому что я не привередливый на самом деле, а идти вам или нет, посмотрите видео и решайте сами. Экскурсия у нас стартует в 9 утра и сейчас у нас уже без 29, но вокруг никого нет. Я собственно говоря сижу недалеко от входа на пляж, откуда должен начаться старт и жду Лёню. Люся с нами сегодня не пошла, так как для Люси стресс, погружение под воду даже просто нырнуть с маской и что уж говорить про дайвинг, для нее это прям ну хардкорно слишком. Вот, так что поплывем мы сегодня с Леней, ну и будем смотреть, а Леня должен вот-вот появиться. Это у нас улица Шератон, самое ее можно сказать начало туристическое, хотя сама улица идет назад, еще достаточно долго, наверное километра полтора. Ну и как видите, Хургада до сих пор у нас не отправилась от ковида, такие вот строения, отели заброшенные, стройка везде. Точкой сбора у нас был указан Рамоза бич, тот самый пляж на котором мы купаемся обычно, так как он самый дешевый. Про дешевые пляжи тоже есть видео на канале, можете посмотреть, в частности про Рамозу. Это на данный момент, пока еще длится сезон, это до сих пор самый дешевый пляж на Хургаде, но сейчас, я думаю, уже наверное через пару недель все пляжи подешевеют, потому что на улице становится холодно. Когда я хожу гуляю в собак, люди на меня смотрят немножко косо, потому что египтяне уже одеты в куртке, в толстовке. Я в 5 утра выхожу в шортах и футбол. Здравствуйте. Как раз пацан вышел. Как раз пацан вышел. Что-то, походу, мы подопоздали, видимо, раз нас везут куда-то. Слушай, мне кажется, нет. Типа это от другого пляжа, возможно, да, и пойти куда-то. Сейчас подпишем бумаге о том, что если мы соберемся умирать, то с нами ничего не будет. Типа сами виноваты, да? Наша коробка номер 43 с ластами. Запомнил? Да. Окей. Как мой размер ноги? Вот так вот. Ласты по ящикам из-под овощей. Гидрокостюмы развиваются вместо флагов. Баллоны. Сейчас тоже спрятанем, походу. Началось наше путешествие. Лодка вся забита сверху. Места не очень много. Зато вот здесь вот, с краешку прямо мы строились и кайфово. Смотрим, как от нас удаляется кургада. Куча яхт выходят от берега, видимо, с такими же, как мы, тунеядцами, которые решили погрузиться сегодня. Хотя кто-то на Оранж Бэй, кто куда. В любом случае, понравится, не понравится сам Дайрен, но как минимум отдохнем. Это тоже такое маленькое приключение. Вот это вот стоит, я так понимаю, бывший паром, который ходил до Шармань-Шейха и который сейчас на приколе уже только 3-5 лет дофига. Нам рассказали, как правильно тонуть. И, в общем, настолько подробный инструктаж, на самом деле. Без болезни. Если вы хоть раз плавали с маской, то для вас особо ничего нового не будет, кроме информации, как сдаивать воду. Вот. В общем, все просто, понятно. И хорошо объясняю, даже на английском все понятно, учитывая то, что мой уровень английского отнюдь невысокий. Максимальная глубина, он говорит, типа будет всего 6 метров. Ну и два погружения. То есть первое, я подозреваю, будет такое то, что нас как мальков в болото закинут. Мы где-то тут вокруг будем плавать. Группы по 6 человек. 6 групп нас посмотрим, ладно? Интересно в любом случае. Ну, чувак реально максимально подробно все рассказал, разве что там, как правильно туалетом пользоваться не рассказал. Хотя нет, он про это тоже рассказал, но я про лодочный туалет имею в виду, они под водой. Где-то мы уже подплываем, наверное, хотя меня удивляет, что мы плывем реально полчаса, а отплыли как бы не так и далеко. Как будто бы. Море потрясающее, конечно. Просто бомбический цвет. Леня наслаждается. Like Bacardi. Да. Растворимый. Даже не нет с кафе. Я тоже, кстати, наслуждаюсь. Давай. Очень плакать как Bacardi. Да. Хоть... Яхта в самодан. Да, да. Кажется, как будто ты хочешь морю отдать все это обратно. Есть у меня подозрение, что мы плывем вон туда. Вот там куча лодок стоит. Скорее всего, именно туда мы стартуем. Вот так места примерно все те же. Вот тот же остров, около которого мы плавали. Там мы уже прошли еще один остров. То есть это второй как раз, который был конечной целью, когда мы плавали на дайвинг просто и на Orange Bay. На лодке нас, кстати, порядка, наверное, 50 человек. Сама лодка. То есть как расположено. Ну, как устроено. Внизу на нижней палубе двигатель. То есть лодки здесь практически все трехпалубные, которые такие туристические. Которые покруче там, конечно, палуб больше. Вот. Ну и что, внизу двигатель. Вот здесь вот в носу, рядом, вот с этой вот частью, спереди в переборке находится кампус. Дальше идет салон, где нам проводили инструктаж. И сверху находится еще одна палуба, на которой там просто лежачки. Ну и, в общем, просто почилить можно посидеть. А где limite? Дальше идет я стиль, верно. И вот это каждый шаг... Вот Р totalmente куда Видите? Да uta Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok ДimaTorzok 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 ДimaTorzok